Прибежала с магазинчика, купила продукты кое-какие. Сейчас хочу вам показать. Вот такой вот пакет. У нас рядом магазин Ероспар. Вот у него пакет. И там чек. Так, чек, чек, чек. Ну, тысяча рублей. Ну, как не зайдёшь, так тысяча, тысяча. И вот такой вот магазин. Ну, неплохой. Значит, что купила? Купила вот такие вот. Вот, кстати, захожу и всегда, как бы, если есть что-то по акции, если мне это надо на будущее, всегда беру. Вот. Значит, купила вот такие вот спагетти. Борила. Никогда не брала. 500 грамм. Всегда беру макфу. А это была по акции. 54 вместо 80. Чуть-то около 90 рублей. Стоит 54 рубля. Решила попробовать взять. Знаю, что по отзывам вкусные. Так. У них вот такая вот есть кухня своя. Они готовят роллы. Взяла роллы. Значит, вот здесь вот 8 штучек. Ролл Магнат. 169 рублей. Очень вкусные. Так вот можно как бы перекусить, поесть. А вот, значит, у нас здесь салат из водорослей. Этот Чука. 81 рубль. Очень люблю его. Вообще классно попробовать. И кто ещё не пробовал. Вот такие вот у них есть ихние печенья. Крекер фермерский с луком. И фермерский крекер с сыром. Такие вкусненькие. 29 рублей. Вообще классные. Значит, две шоколадки взяла от Виксы сыну. Баунти в себе. Дальше, значит, что здесь у нас. Были вот по акции вот такие вот яблоки Гала. Ой, сколько они там стоили. Сейчас скажу вам в чеке, что у меня здесь. Так, яблочки, яблочки, яблочки. Где вы, яблочки? Блин. Так, яблоки Гала по 69,90 были по акции. Получается на 1,830. 127 рублей. Вкусные по акции. Чего бы не взять в 69 рублей. Ну, 70 рублей. Так, ну всё остальное у меня получается мыльно-рыльное. Это такое вот сортие мышцы берёт на работу. Тоже по акции была. Он им руки моет после машинных масел всяких. Хорошо, говорит, удаляет. 29 рублей по акции была. По акции взяла вот такие вот два гель для душа. Вот этот вот гель для душа новый. Вот этот вот марк очень-очень люблю вообще, рекомендую. Хороший гель для души. И вкусный, и вообще классный. Малина и пион. Запах обалденный. Вот этот вот ещё запах ни разу не пробовала. Вот взяла попробовать. По акции она была по 99 рублей. 99,90, наверное. Ой, где он? 99,95. Ну, такое вот место там. С чем-то он стоит. 160. И вот такое вот взяла. Так, шафран и красный апельсин. Это гель-шампунь для мужчин. На работу мужу взяла вот такое вот. Так, что-то не фокусируется вообще нифига. И последнее, знаете, что взяла? О, такую вот бадью. Бимакс. Концентрат. Колор в жидком этом. Слушайте, ну, ни разу Бимакс не пробовала. Ни разу не пробовала, да? Ну, что пробовала? Бимакс ещё не пробовала. Вот решила попробовать. Был тоже по акции. Там было для белого, для чёрного и для цветного. Запах вообще обалденный. Вот очень понравился мне. Ну, попробую, посмотрю, как отстирывает. Что он там стоил у нас? Стоил он, короче... О, сейчас скажу вам, сколько он стоил. Он стоил 189,90. Ну, 190 рублей. Вот такая вот бадья. Здесь у нас... А что здесь у нас? Полтора литра. Полтора литра. Вот. Ну, в принципе, цена хорошая. Попробуем на качество, посмотрим. Ну, вот маленькие покупочки. Вот тысячи рублей. Пойдёшь так в 600-800 тысяч. И каждый раз мне хоть вообще в магазин заходи. У меня всегда я найду, что по акции. Ну, вот надо уже заканчиваться. Думаю, надо взять. Вот такие вот покупки. Всем привет. Ну, что, девочки, опять у меня на лице масочка. Ухаживаем, ухаживаем за лицом. Мобильно. Значит, очистила. Мезоскатку сделала. Мезопилинг. Вот такой вот. Да. И нанесла вот такую кофейную маску. Нанесла сейчас кофейную маску. Походим. Всё. У меня там завела уже машинку. Стираем. Стираем, стираем. Знаете, что я испытываю сейчас? Купила Биомакс. Ни разу не пробовала. Я вам показывала в покупках. Вот сейчас пробую, стирая полотенца. Думаю, как у меня, что получится. Как они постирают. Полотенца у меня все турецкие. Из Турции, из Египта. И есть такие полотенца, которые очень... Они у меня толстые. Видите, какие? Достаточно толстые. И нужно их простировать. Есть потоньше. Вот такое вот полотенце. Ну, в основном, такие вот банные, которые толстые. Вот. Значит, стирка у нас завелась. Масочку сделаем. Ждём. Сидим. Я с маской сижу по 30 минут. Сидим. Вот наш домашний влог и начался. Уже поставила варить спагетти. Варю спагетти. Те котлетки, которые я вам показывала, ещё у меня есть. Ну, вот гарнир закончился. Делаю спагетти. Какие у нас сегодня планы? Так, встану сейчас вот так вот, чтобы вам сзади было видно мою картину. Красивый город. Какие у нас сегодня планы? Значит, сейчас сварю спагетти. Мы уже пообедаем, потому что у нас уже сейчас обед. И потом смою маску, приведу себя в порядок, накрашусь и сходим немножко прогулять. Здесь в округе надо сделать продукты немножко купить. В Останкино зайти, купить индейку, наверное. Не знаю, посмотрим, что купим. В Суперпанк надо забежать. Вот. Потому что сегодня у нас чёрная пятница. Вы не забыли про это? Мне уже куча-куча на email скинули там всякие акции, скидки. Из всех компаний, от них с Лореалей, всё-всё-всё, что угодно. Вот. Ну, я, наверное, буду заказывать в Зоево. Наверное, точно я жду этот день. Вот. То, что закажу, когда придёт, всё покажу обязательно. Ну, в принципе, так вот ничего такого большого, ничего сложного нету. Ну, среднячок, короче. Какие покупки сделаю, всё обязательно покажу. Пришли сейчас с гулянки, с улицы. Выпал первый снежок. На улице классная погода, когда выпадает первый снег. Ну, всё, думаешь, зима пришла. Такое немножко настроение эйфории. Ну, потом, конечно, всё это надоедает. Забежали в магазинчик и купили кое-какие вкусняшки. Сейчас хочу вам рассказать, показать, что мы покупаем, что мы едим и что у нас вообще есть в магазине. Мимо проходили Останкино и купили. Стараюсь покупать там колбасу. Там есть колбаса, сыр, ну и как бы мясо и всё остальное там. А дело Останкино, магазинчик, знаете. Значит, взяла палку колбасы. Финской папа может на завтраки. Муж у меня с сыном едят. Им нравится. То есть, как бы вкусно. У меня муж не очень любит обезжиренную колбасу. Любит такую. Себе я беру вот такую вот индейку. Смотрите, филе индейки, гриль. В составе здесь у нас находится мясо птицы. И получается соль, приправы. Вот они называют вот этим словом подсолочная. Ну, короче, то, что смесь приправ и соли, да. А вот этот вот надолго мне хватает. Такой вот ломотик, да. Сделана она на гриле. Это чисто белок. Никаких просто добавок больше нет. Это индейка. И те люди, которые хотят применять это в правильном питании, да. Да. И ещё раз да. Потому что она себе испытала. Никакого вреда нет. Наоборот, результат. На завтраке я могу, допустим, сделать какой-то себе горячий бутерброд. Вот, с правильным хлебом. Индейка. Или всё. Либо там помидорку положить, зелень какую-то. Ну, то есть, по-разному. Чтобы было разнообразие. Я люблю эту индейку. Присмотритесь. Зайдите в Останкино. Посмотрите. Вот, значит, купили. Ну, вот. Вот этот вот Останкино. Чек у нас обошёлся. Обошёлся в 733 рубля. Здесь-то, получается, вытянулась палка на 406. А это на 327. Палочка 327. Это 426. Ну, мангок всегда дороже. Дальше. Не успели прийти, смотрите, уже чипсы открывают. Нет, вы думаете, это я? Нет, я чипсы не ем. Это мой сын. Ну, начнём тогда с чипсов. Бекон Лейс. Были по акции. У нас её распарили по 39 рублей. Ой, сейчас упадёт. И малосольные огурчики. Вот такая вот Лейс тоже. Ну, я ему вообще никогда чипсы не покупаю. Вообще никогда. Бывает там, ну, может быть, раз в месяц. Ну, да, как сказать. Хочет он, попросит. Ну, берём. Вообще у нас с чипсами строго. Дальше. Взяла вот такой вот кетчуп. Люблю кетчуп Хэнс. Итальянский кетчуп. Либо томатный берём, либо итальянский. Очень нравится. Густой, нежидкий. Очень классный. Очень люблю этот кетчуп. Также в нашем спаре гранатовый напиток есть такой недорогой. Ну, это, конечно, не чистый гранат. Здесь есть добавление сахара. Так что радоваться не надо. Есть. Мы часто берём гранатовый напиток без сахара. Прям настоящий гранат. Конечно, упаковка стоит там около 200 рублей. Это там 54. Поэтому, как бы, ну, всё равно хочется там граната. Мы берём. Вот такое ихнее молоко тоже беру. Фрау Му молоко. 3,2%. Молоко в основном мы берём для кофе с утра. И муж у меня любит пить молоко вечером. Там с бубликами, с баранками. Там ещё с чем-то. Хлеб 2 упаковки. Молоко тоже 2 упаковки. Сыр, значит, взяла. Российский. Стародубский. Российский Стародубский. Вот кусочек такой на 118 рублей вытянул. Так, что он не фокусируется, не хочет, да? Вот, пожалуйста, на 118 рублей вот такой вот кусок вытянул. В основном беру на завтрак для бутеров. Вот это моя шалость. Позволяю себе иногда как бы брать вот такой салатик на 103 рубля здесь. Ой, сколько у нас здесь? 200 грамм. Он виноградный. Что туда входит? Здесь вообще нету вообще ни майонеза, ничего, ни слоями. Ну, там даже есть майонез, но в малых количествах. Он такой достаточно суховатый. Здесь идёт у нас сыр, орех, виноград. Так, давайте прочитаем. Сыр, здесь написано. Чернослив, курица, яичко. Ну, короче, такой вот салат я себе вот... Ну, как сказать, я сейчас не на острежащем правильном питании сижу, поэтому вот покупаю. Яблочки опять взяла, яблочки. Очень вкусные, очень такие классные. Я люблю твёрдые яблоки. Классные яблочки вообще взяла. Что-то по 69 рублей, что ли. Мой любимый фрукт – это хурма. Всё, начинается зима, пришла хурма. Мне очень нравится. Тут она около 100 рублей. Сейчас скажу вам, сколько она стоит. Хурма-королёк – 89,90. Вот на 1,5 кг здесь вытянулось. Ну, вот и наш чек – 797 рублей. 797 рублей – вот наш чек. Ничего не взяли. Так просто, знаете, вот то, что что-то там закончилось, чтобы на завтраке были хлеб, закончилось молоко. И вот 797 рублей. Ну, короче говоря, вместе с колбасой и то, и сё. Стоит, получается, ну вот, что, полторы тысячи. То есть ничего и полторы тысячи уже. Ну, такие вот покупки. Ну, я так думаю, что это жизнь такая. Ну, я не жалуюсь. Жизнь у нас счастливая, радостная. Поэтому всем всего хорошего. Пока-пока.